здравствуйте дорогие друзья ну сегодня я вот эту запись виду вы наверное уже не раз этот интерьер видели с моего ближайшего хозяйства под московье и сегодня в гостях у меня интересные люди которых я хотел бы с вами познакомить а также с их продуктом эти люди занимаются всего лишь одним продуктом но зато каким все вы слышали наверное смотрите если кто-то телевизор или интернет да и биомагазины кто посещает интересуется здоровым в жизни что такое вид grass это сок который может быть высушен потом это неважно виде порошка но вообще-то сок проростка в пшенице так вот конечно каждый из вас слышал о пользе но как бы это сказать общие слова я бы хотел поподробнее развернуть эту тему поэтому пригласил кого во первых вот директора и главного технолога этого процесса основателя компании плюс значит специалиста по маркетингу это у нас значит максим и директор александр и буквально сейчас еще пару слов и передам слово да им значит я не просто так давно хотел уже честно на эту тему поговорить потому что что такое хлорофилл для чего он нужен какую роль он выполняет для не только атмосферы да выделяя кислород но собственно в хлоропластах это вещество растениях и содержится который благодаря фото синтезу выделяет кислород который необходим для жизни всех живых существ на нашей планете по крайней мере высших и также он участвует прямым образом кроветворение и очень нужен нашему организму об этом я рассказывал свои лекции кто не смотрел обязательно посмотрите которые о кровеносной системе найдете ее и о кровеносной кроветворной системе вот кроветворные именно здесь речь идет про кроветворение про определенную очень интересную функцию поэтому посмотрите ну а теперь не будем терять время и я передам слово вот александру и пожалуйста расскажите почему вы решили заняться этим делом еще все ну как бы началось и какая может быть задача стоит перед вами идея это почему это было вот вам интересно да и что вы хотите ну донести до людей может быть какую-то идею что ли помимо до самого продукта здравствуйте значит пришел я к этому продукту по большой случайности то есть говоря знаете вот как появляется на рынке продукты то есть идут слухи сосед соседу и так далее но конечно когда только появляются слухи то есть всему этому ну тяжело поверить потому что много было марок много было продуктов обманов также я как мужчина к этому всегда и отношусь то есть но провел меня принципе к этому всему это случаем моей жизни личной моей жизни вот я уже как бы давал интервью насчет этого случая но еще раз повторюсь жена моя попала в крупную катастрофу в аварию можно сказать и была в больнице и практически неделю в коме вот и уже преждевременно слышав о этом продукте когда она уже пришла в себя то есть начало настаивать о чтоб я и как бы сказать вылечить вылечил этим принес прямо в больницу естественно что я как мужчина как очень реалист очень долго сопротивлялся вот но все-таки решился и принес вот этот сок в больницу но что я хочу заметить что врачи обещали практически реабилитацию не меньше года не меньше то есть это не то что встать я просто стать с кровати можно сказать потому что были переломаны и тазобедренные кости вырезаны многие органы но это очень много рассказывать но факт в том что она буквально через полгода уже зашла на каблуках к хирургу в кабинет на выписку то есть врачи конечно удивились это да я действительно связал вот то что она пила 3-4 месяца вот прямо в больнице конечно тайком врачи запрещали это понятно врачи все запрещают кроме лекарства да действительно я сам его выращивал на подоконнике то есть уже раньше слышав то есть меня эффект конечно ошеломил еще уже после этой выписки как бы еще некоторые факторы оказали что помимо того что все реабилитация прошла быстро еще некоторые у нее опухоли были не буду уточнять но они тоже прошли то есть мы вообще как бы удивились этому эффекту то есть я все-таки задумался это вести в россии что действительно то есть мы начали практически в одиннадцатом 2011 году пробовать это на уровне производства а в россии или да уже в россии вы это все случилось это вы жили в другой да это мы слава богу конечно что это случилось европе то есть это можно сказать была быстрая помощь но я считаю что большая заслуга конечно в реабилитации именно сока и уже в россии почему потому что уточню почему в россии на западе в европе этот продукт уже знают да да я вас пускают среднестатистические даже в америке и в австралии примерно в день выпивать несколько миллионов литров это уже признано в газетах это можно прочитать журналах в их них европейских американских мы принципе оттуда мы как бы знаем то есть уже не употребляли его пока не столкнулись этой ситуации вот почему в россии почему потому что я про провел анализ рынка и этого продукта здесь не было то есть в те времена были какие-то может кто-то пытался что-то дома и действительно мы столкнулись в промышленных масштабах оказалось что нету ни оборудования для этого дела не ничего не понимание ни технологий ничего то есть течение двух лет мы добивались вот этой технологии то есть конечно первые пробы это были на обычном столовом разносе понятно то есть боролись и плесенью с образованиями плохих образований биологических существ в корнях и так далее то есть это очень очень трудная борьба и долгое было но мы добились все таки производства такого что не надо практически присутствие человека то есть со всем производством справляется один оператор конечно проращивание происходит на таком оборудовании аналогов я могу утвердить что в мире нету то есть а вы ведь являетесь еще и как бы разработчиком оборудования в принципе по бывшей моей родной профессии я инженер то есть занимаясь автоматизацией кибернетикой производства поэтому как бы и получилось такое вот производство что позволяет удешевить себестоимость не присутствие людей что немаловажный фактор присутствие людей почему потому что именно это растение она очень привередливая но ошибку любую да если сделать то можно видеть весь процесс то есть минимальный дисбаланс бактериальные помещения он приводит практически к умертвлению понятно то есть стерильный воздух должен быть число очень не сюда и разумеется вода субстрата да то есть многие ошибки делают сейчас маленький пример кстати для зрителей да скажу на почему образуется плесень домашних условиях я просто скажу чтобы люди понимали то есть это очень важно да то есть зерно качественное это понятно это одна вещь ну да нужно хорошее сырье изначально зерно качественное но элементарно что вы делаете это обычно разнос или лоточек и поливаете пульверизатором то есть хочу обратиться что обратить внимание что пульверизатором ни в коем случае вот что и приносит именно плесень и все плохие ну то есть излишняя влажность в воздухе мир так точно то есть это вот по нашему изучению когда струя выходит именно на продукт на пшеничку она себя с воздуха собирают суп все плохие элементы притягиваются споры бактерий и грибков а можно тогда связи с этим ну чтобы было это логичным переходом спросить вот ведь существует и по телевизору даже вот прямо на днях к родителям заехал там и увидела у них там работал как раз передачи по-моему перед тв не помню я про там вот это вот еда пользы там каждый день сейчас идет там за и против там живая и мертвая еда в общем и там прям пара как раз про винграсс что выжимали там показывать и есть такие фирмы а я знаю у некоторых знакомых вот тоже распространяют такой кубик маленький который когда листер его кидают в воду он растворяется до диму хочу обратить внимание почему потому что продуктов много на данный момент то есть кубики поясните вот объекта соусники и очень много порошки и так далее почему бутылочка сейчас покажем стать его производства как это набор это я так понимаю 30 и таки 30 бутылочек вот это на месячный курс до мороженого до специальная коробочка чтоб за два часа три часа с ним ничего не про это все заморозка глубокой ну так я смотри темный цвет до плюс темный цвет очень важно это говорит о присутствии хорошего хлорофиллов да да вот и клетчатки да чем темнее соп тем лучше конечно что есть если вы понимали что содержание но это должна быть очень быстрая заморозка повозь розлива быстро но растаять это должна быть постепенно ага расскажите это вы немножко позже я спрошу тогда как правильно это значит разморозить водка хорошо а сейчас главное вот посуда смотрите почему мы остановились все таки на бутылочках во первых бутылочка это гарантия что разлив происходит на линии потому что логически даже сказать не надо формул никаких логика то есть вот эти вот кубики которые есть на рынке вы понимаете что для пакетов для льда оборудование не существует то есть логически это разливается все вручную какими-то кошеками понятно непонятно в каких условиях ну естественно это не гарантирует не попадает да то есть это мы делаем экскурсии у нас на фабрике есть линия которая разбавляется автоматически пойдет подается с емкости для принятия видгресса передается на линию и то есть автоматически запускается в бутылочку то есть человек практически не присутствует ага и естественно здесь нет воздуха то есть да еще одну деталь вот вы правильно заметили смотрите сама растайка происходит внутри бутылочки конечно закрытом состоянии так люди понятно многие производители рекомендуют вместо того чтобы растаял его на воздухе так кидать в жидкость и тогда не будет соприкосновения с кислородом такая же тоже кислород есть я хочу напомнить вам формулу жидкости да 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 это конечно другие производители не оглашают яму чтобы потому что у них нет такого оборудования а деньги хочется заработать хочу хочу уточнить что налив жидкость и расставшуюся вылить и выпить или выпить и запить абсолютно соприкосновение буквально секундное или там совершенно правильно то есть я вот вот такой еще что что вот есть такие но отдельные кафе их очень мало даже в москве несколько штук где вот берут состригают пшеницу сразу в соковжималку шнековую и вот этот сок дают так 30 миллилитров вот это за выпить и стаканчик с водой запил это правильно это правильно даже понятно что заморозка в принципе не отбирать но какой-то коэффициент все равно продукт теряет своей это понятно живой есть живое но я сразу хочу сказать здесь поскольку вот наши зрители но по крайней мере кто смотрит мои ролики канал youtube и блок мой они знают что у меня есть линейка продуктов то есть я сам давно произвожу вот например ягоды перетертые сиропами тапинамбура до который сразу в глубокую заморозку после перетерта мчится после размораживания это тот же первозданный продукт с богатейшим ароматом эфира даже сохраняются потери питательных веществ при окислении составляет если очень быстро это сделать не более 5 7 процентов значит от того как просто вот только что размята и если человек съест вот только что сорванную ягоду это я прекрасно понимаю вообще природа создала единственный тип где практически вот консервирование где практически не теряются питательные свойства это заморозка ну всем известно что семена после замораживания там да растут значит жизнь сохранена длина живое до ферменты которые запускают процесс там и дает прочь все это сохранено кровь очень много про кстати до перевозят плазму крови измеряешь замораживают там сперматозоиды все понятно что да да что доказательство о жизни о присутствии жизни безусловно и полезность питательных свойствах вот это понятно нет естественно там есть технологии сушки но есть там еще меньше определенных веществ сохраняется потому что именно ферменты лишенные воды то есть уже в безводном состоянии они уже некоторые не работая я хочу все-таки если вы затронули темы порошков все-таки мы разрабатываем сейчас изготовление сухого сухого продукта из сока не с перемолотая пшеница именно из сока но там особо тяжелая техническая сушка которая вакуумная да конечно на рынке есть уже порошки с америки с новой зеландии вот вы знаете я пытался ради интереса понять все-таки на вопросы где они выращивают пшеницу да кстати могут ли они показать и производственные площадях где растет их не пшеница то вы знаете я не от одной компании так и не допил мне то есть как сад и конечно я представлялся как сотрудничать с ним а понятно чтобы они сразу понять все-таки откуда вот их не процесс и все-таки разобравшиеся даже элементарно содержание их страниц то есть у них лаборатории там где видно где они смешивают порошки и так далее я им так понимаю теперь что им этот именно вот продукт им поставляет китай и индия то есть это эта информация все-таки добился что у них даже своих площадей гарантированных каких-то где растет натуральная пшеница нету так они просто вот фирма вот по но вот есть некоторые фирмы но ни одна из них не выращивать ради справедливости единственное скажу правда не насчет пшеницы например у японии фирме там никен было я с ней скажется и не сотрудничал там по определенным вопросам у них в японии действительно ячмень проростки ячменя были и порошок потом проростки они именно в порошок тут не сока измельчали вот конечно же сок это не порошок если из него добиться технологии если вы это сделаете будет неплохо хорошо все равно конечно он будет на какой-то определенный процент пусть небольшой все равно терять сами понимаете лучше всегда только что отрезал сделал это самый лучший вариант сок это чуть-чуть уступает но почти ничем не хуже ну чему свидетельствуют результаты применения в этом мы потом вот вы расскажете препаратов в ваших то есть вот этого сока называется препарат сок а вот замороженный целебный мне вот что еще интересный нашим зрителям я думаю будет тоже это вот по поводу вот не могли бы вы сказать не будем называть фирмы ничего это на их совести по ситуации вот эти кубики те кто делают да вот смотрите ведь там еще и насколько я знаю в цикле производства они либо у них какая-то стоит проточная система либо они распрыскивают увлажняя воздух и у них проблемы я знаю в плесень они же даже в рекламы где-то свои рассмотреть скажите пожалуйста но есть такое я изучал много людей которые мы в принципе мы большие деньги влаживали в производство сначала фирмы которые просто начали лоточное производство надо они влажают деньги больше раньше в рекламу рекламу продвижение продукта мы конечно сделали совсем наоборот мы влаживали в производство и сейчас гордостью заявляемся то есть я хочу даже сказать я наблюдал за многими постепенно процессы их него развитие так далее чтобы постоянно быть на волне конкуренции разумеется вот даже далеко не будем брать если изучить сайты конкурентов то прекрасно видно что даже на некоторых фотографиях просто коври лежать с большим объемом этой плесени вот вы смотрите да просто вот в интернете паласте увидите у них ковер пшеничный и на нем как кусок хорошей плесени так они сами заявляют что-то про плесень что мол ничего страшного потому что нет вы понимаете да они так некоторые заявляться что то есть они не смогли ее побороть почему потому что надо технологии естественно легче заявить что плесень полезная то есть пенициллин но это неправда вот во первых я тут извините перебью скажу для наших зрителей что вот в скором времени начну выпускать цикл я очень долго сейчас изучаю вопрос грибов как микромицетов там вот именно тех самых разных видов микроскопических грибов которые в том числе плесневые грибы которые являются на самом деле причиной возникновения любых опухолевых заболеваний вирус и всего лишь проявления второго порядка как сейчас это теперь абсолютно известно я вам обязательно сделаю для всех вас уважаемые зрители это выступление это будет может быть отдельный вебинар это очень серьезная тема и вот плесневые грибы да безусловно из них свое время были получены антибиотики пенициллин и прочее но грибы есть которые и питаются антибиотиками уже то есть скорость их мутации размножения колоссальны потому потом есть очень серьезные патогенные помимо всего лишь тех грибов которые вырабатывают пенициллин например и даже среди белых плесен я уж не говорю о черных значит которые очень вредны а в организме человека попав они ведут себя как захватчики конечно они меняют разрушая своими ферментами специфическими клетки куда уже встраивается их дымка они заставляют меняться и вести наших родные клетки клетки уже ведут себя как клетки гриба захватчика и вот тут ты начинает образовываться первичные эти опухолевые сначала доброкачественные процессы начинают вылезать папилломы потому что это показатель хотя это вирус папилломатоза да но это показатель уже ослабление иммунной системы когда не справляясь вы об этом друзья я вам все расскажу сейчас не про это речь поэтому я просто хочу вас по-человечески предостеречь от того что вот меня конечно очень самого это раздражает и как производителя и как человек ну порядочного который подлость человеческую не терпит а тем более когда касается по какой-то производства когда ради заработка не понимая не знаю не разобравшись как сделать технологически правильно и безопасно делают вред ну при этом еще на этом деньги зарабатывают вот поэтому плесневый и вот при таких технологиях когда долгое соприкосновение с воздухом до со всеми газами там тоже да не я вам рекомендую не потреблять лучше либо вообще не потребляйте либо выращиваете сами сами кого есть сейчас проращиватели из которых брыгают значит только были следите чтобы не было в этой технологии этапа плесени убедитесь сто процентов смотрите внимательно там вы ходили или в крайнем случае даже в домашних условиях тяжело побороть плесень конечно присутствие и людей грибов до воздуха авторами уровень и так далее но хотя бы когда есть в корнях немножко плесень обрезать и чуть-чуть выше чтобы не затронуть все таки безусловно но есть естественно промыть и плюс обработка марганцовкой можно сделать перед применением а потом водой уже и потом уже сделали все таки для любителей я могу один способ сказать небольшой да очень простой чтобы избежать это каждый может сделать буквально за 100 рублей дома вот как чтобы люди не мучились ну если кто может да за обычные два лотка одинаковых чуть чуть конусных вот верхний лоточек просто сделать пару дырочек дни и вы когда насыпали пшеничку конечно тот лоточек который ниже 1 налить чуть-чуть воды естественно верхний насыпали немножко пшенички вы опустили на минутку пошли свои дела или там на три минутки и вытянули его все не нельзя не опрыскивать ничего то есть и так повторяйте через три-четыре часа просто опуская верхний лоточек ну да у кого время есть конечно да это способ да опускаете пшеничка намочилась то есть чтобы она соприкасалась с водой низом своим и только на какое-то небольшое время да вот это забрала воду воды сколько надо да ну естественно все знают что замочить ее надо первые восемь-десять часов они а потом вот вытягивать и каждые три часа просто я туда макаете на три минуты и понят и вы дыхал опытный способ зато безопасно да очень простой способ ни в коем случае конечно нельзя применять распылитель и так далее понял ну и естественно уж и речи нет тоже кто-то задаст вопрос может быть вы используете какие-то антибиотики что у вас нету плесени и так далее то есть вы как избегаете вот этой возможности я так понимаю технологический процесс когда есть какие-то во-первых воздухе стерилизация то есть кварцевые облучатели мактерицидные лампы да очень тяжело почему я говорю мы шли практически два года до официального производства это два года экспериментов фильтрация в общей сложности мы у нас сейчас в цеху на фабрике присутствует 14 типов датчиков начиная от влаги заканчивается температура свет вода очень-очень температура даже воды влияет чтобы подобрать натуральный естественный климат для этого растения вот и поэтому как бы вот мы добились все-таки этого когда есть а фильтрация воздухообеззараживание очень сложная система кажется настолько простой продукт но да да если в промышленных масштабах то эта система можно стоит и времени и много много очень затрат знаете это аналогию можно провести для понимания вот как по высшим лекарственным грибам которые есть различные там шитаки парашек это не тот как вот тоже некоторые обыватели простые могут подумать это вот шитаки в магазинах так сказать продается во первых совершенно другой то есть пищевой это штаммы выращенные там селекционные во вторых это не лекарственные и там совершенно другая технология производства на других субстратах и так далее и к тому же вот именно речь идет про безопасность там именно лабораторные технологические идет контроль определенной оборудии который позволяет вытащить именно эти питательные свойства и сохранить их без потерь на то есть технологическая линия производства и так сказать и хорошо если это производство абсолютно натуральные вот поэтому полагаю что аналогии уместно кстати ведь у вас тоже не применяются никакие химические средства я вам даже скажу что мы все-таки открыли еще интересную штуку что чем вода более натуральная просто вода сква обычная скважина вода чем чиниться намного качественнее и здоровее вот а тут у вас может быть волей-неволей но вы такой момент как бы ну на практике просто увидели почему и так я объясню во первых тоже скважина я вода она идет из мелового горизонта она всегда щелочная что важно их правильный хорошо чем более щелочная вода ну до определенных пределов тем менее развиваются на в этой среде грибки и прочее так сказать патогены микроорганизм это потом она значит во первых щелочная она имеет соли определенные то есть она жесткая щелочная вода это во первых во вторых она имеет определенные минералы пусть они конечно же в неорганической форме на растение как раз и способны благодаря определенные там свои ферментом корневой системе поглощать эти минералы и преобразовывать их в своем теле как раз в хлоропластах да да как раз минералов которые уже находятся в теле растения значит в соки в органической и онный доступный для организма человека форме вот этой самой который полезный единственное возможным чтобы это полностью усвоился продукт но поскольку это продукт клеточных значит вот этой цитоплазмы до внутриклеточного сока со всем ее содержимым ферментами прочим витаминами минералами которые растворены в воде именно в коллоидном растворе и он и и вот эти формами то соответственно я насколько знаю да этот сок усваивается практически на сто процентов сто процентов легко и у тех людей особенно кто болен серьезно особенно с пищеварительной системой и вот мы до записи вот немного беседовали были случаи вот я знаю безусловно вашей практике уже большой по продуктам вы же отзывы людей своих там клиентов знаете или своих дилеров до отзывы их клиентов постоянно вот могли бы немножко рассказать ведь я знаю случаи и как раз проблему вплоть до онкологии с пищеварительной системой в том числе как раз по которой как первый лечебный эффект удар так сказать лечебный наносится именно по пищеварительной системе да могли бы вы это расскажите пожалуйста у меня своя определенная история первое что я хочу в принципе почему мы скажем так присоединился к этому проекту вот ко мне пришел саша он пришел в качестве клиента то есть на то чтобы это я я ему проводил определенные маркетинговые программы для сока тогда но получилось так что я пил сок у меня в жизни была очень сложная ситуация то есть у меня жена болела раком мы тоже было в крайне в последней стадии там уже вся пищеварительная система была практически поражена метастазами команда но и мы все время искали питание тогда вот для этих целей так и получилось так что то на где-то в интернете откопала сок то есть я его купил то есть мы с ними вместе стали пить но для нее сок проходил удачно то есть даже скажем так мы уже пораженное тело там давно принимала соки это ее ну как-то продлевал ее дни да и она в целом чувствовал себя но относительно неплохо и без боли без боли да да то есть как труд получилось так но для меня сок нотки я пока пытался отыскать всякие способы лечения там до этого проводил много бессонных ночей вот и в конце концов получил свой диагноз там да ну это скажем так хроническая усталость да я не чувствовал что я в принципе способен отдохнуть то есть усталость присутствует в теле всегда отдыхаешь устроились до старшего проснулся уставший устнул уставший отдыхаешь причем я всегда любил спорт все равно после спорта просто убитые всегда то есть и вот когда песок просто обнаружил что вдруг я не устаю в принципе энергия много досталось она исчезла и все то есть появилась но не то чтобы энергия прям вот в целом полная активность в теле то есть я сейчас абсолютно спокойно могу позволять себе спать немного там да вот ну вот могу скажем так предложить простой эксперимент соком да если вы мало спали так вот просто с утра принимаете но где-то не одну а бутылочки 3 то есть и да просто у сна ни в одном глазу то есть но это понятно семейший логинтик да 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 не стимулятор да не кофе естественно вы просто себя нормально чувствуете мы потом как раз поговорим из-за чего это происходит я сейчас только извиняюсь если конечно макси надо корректно если жена если это корректно как дальше события развивались то есть ну как бы она ушла вот так даже все таки но да ну они скажем так уже где-то через полгода там я поил соком мы предоставляли сок еще одной пациентки у нее было лимфома так вот и где и она пропела вот 9 таких пачек она полностью перешла на сырую пищу то есть настроение перешла добила там еще пила как какие-то определенные травы так юридические всякие и сок так и где-то через полгода уже не обнаруживали симптомов никаких то есть врачи она обследовалась у нее все нормально до лимфомы до лимфомы ну что же это очень разумно по крайней мере понимаю как но тем более что она перешла на строение хотя конечно последний уровень скажу откровенно что через какое-то время случилось так что онкология вернулась просто чтобы это дало честно так но как бы ошибка в том что она почему-то перестала пить соками то есть получилось так что пациент здоров там пошел там выселиться там дать чувствовать себя уверенно и его вот не наличили получаем а то что нет она оставалась на сыроиде до оставалось до на сырой пищи она оставалась надо знать просто все нюансы их очень много очень много чтобы вы могли как бы одна здесь основная штука в том что то что привело к извлечению почему-то было оставлено то есть вот я но удивился этому сам да но вот она вероятно она посчитала тебя же это постоянно вроде бы вылечилась и дано что-то посчитала сама но возможно она посчитала что все таки тут вот и возможно обследование там больше и сравнение все такое виновна в том что у нее прошло а это таскать дополнительный фактор был но ясно и что в итоге сейчас в принципе считаю что все вместе и что ну понятно что это фактор очень вас сейчас идет просто но и дальнейший процесс лечения а так хорошо сложно что-то сказать вот но на той стадии когда уже не обнаруживались признаки да вот просто нужно было продолжать успешное действие которые были там там много что надо было продолжать на самом деле там уже что касается онкологии я всем зрителям хочу сказать что во первых у меня есть несколько роликов вы посмотрите раздел там есть по онкологии несколько записанных но сейчас будет еще более но я бы сказал такой можно назвать сенсационные так далее то есть есть абсолютно точные методики избавления от онкологии ну скажем так до 3 стадии это на 100 процентов из 100 всегда на 4 так процентов на 50-60 гарантия того что да это знание свойства и комбинирует зависимости от вида рака нюансов десятков которые надо индивидуально узнавать у человека до анализов его прочих нюансов использую определенные комбинации лечебных грибов таких как веселка тромета там шитаки и так далее но правильно выращенных заготовленных и собранных в дикой природе переработанных чтобы те полисахариды уникальные которые именно работают на были в живом виде сохранены знать как комбинировать и вот это все я вам буду рассказывать и всем кому это будет интересно вы сможете эти ролики потом послать я надеюсь недели через 2 максимум 3 я уже не говорю о доброкачественных опухолях это любые так все с этим мы как бы вот сейчас просто чтобы уже про онкологию дань такая тема не будем говорить но вот если бы а и ей тоже кстати посоветуем вашей вот этой знакомой и она забудет вообще онкологии то есть навсегда ну то есть сохраняя как правильного жизни питания и естественно и так далее значит что касается теперь вот скажите но вот право очень хорошо задали вопрос про и надо еще последнее просто я вот вспомнил сейчас вот доктор борисов такой есть в принципе он как раз его как-то показывали и может быть по телевидению но у меня в блоге тоже там можно найти про него репортаж когда момент истины передачу да ну вот он берет по нему принцип там в чем технологии вот этот самый хлорофилла основа под же зеленый цвет понятно это концентрированный хлорофилл до самой концентра пророской пшеницы он берет определенным образом при некоторых видах онкологии не при всех обкалывает опухоль и определенным образом спектр там 77 поглощение хлорофилла облучает таким образом что пока хлорофилл то есть скажем имеет возможность еще живой синтезировать кислород он моментально атомарный кислород при этом облучение начинает синтезе активный кислород концентрированном виде в тканях разрушает клетки ну естественно раковые в том числе поэтому точечно воздействуем можно разрушить опухоль так что она не даст метастазов безусловно друзья мои процессе отрезать можно все что угодно разрушить но первопричина всему процесс процесс то есть первопричина та самая первопричина которая привела к тому что обменные процессы изменились что иммунитета слаб что значит вот грибы микромициты взяли вверх над вашим организмом и стали ткани перерождаться нарушился процесс метоза деления клеток и клетки стали как бы чужеродные организма но в то же время не совсем чужеродные потому что иммунная система их не атакует постоянно и у них есть защита и обманка для нашей иммунной системы это очень интересная отдельная тема которому последний поэтому что касается вот таких разработок то действительно это действует но первое когда вы выпиваете что-то вещество любое препарат антибиотик там чуть не важно он действует на что с чем с тканями на которые в первую очередь значит воздействие на дисплее с чем он соприкасается это наш понятно пищевод желудок это соответственно кишечник и это первое на что влияет по извлечению безусловно колорозит дальше он преобразуется частично растворяется пищеводительная ферма меняет структуру что-то разрушается но и первое на что влияет потом безусловно на функции кроветворения потому что вот то что я рассказывал в лекции по кровеносной системы а кто не видел обязательно посмотрите это то что химическая формула структура например хлорофилла растений да и гемоглобина например нашего с вами абсолютно одинаковые те же 518 атомов только во первых молекул дающего состоит гемоглобин и хлорофилл но если в основе хлорофилла атома магний поэтому зеленый цвет но мы это так как зеленый за счет преломления и восприятия нашего зрения это гемоглобин там тоже количество атомов только железо кстати витамин b12 кабаламин до который там атомы кобальта и то же самое та же структура формула и количество молекул одинаковая вот такая уникальная вещь и вот идет сборка просто значит у нас в организме за счет именно магния замещение ионов просто магния на значит вот на железо на железо на железо да образуется синтезируется значит гемоглобин строится эритроциты и соответственно вот в огромном количестве иначе бы это невозможно ни один организм это не справился бы если бы не было этого процесса если бы они бы синтезировались это идет именно сборка переработка как бы сказать замещаются как на конвейере одни атомы на другие вот за счет посредника в этой химической сложной реакции кобальта поэтому b12 для этого нужен сколько я знаю здесь даже есть уникальный витамин b17 то есть тот самый витамин b17 который участвует в разрушении раковых клеток то есть это известная информация проведена анализ насколько я знаю и в институтах сша и да то есть более менее технологии в этом продвинулись это сша они давно этим занимаются есть даже в институтах специальные отделы по изучению хлорофила да то есть в принципе он оттуда и приходит жидкий концентрированный с этих же институтов вот они конечно продвинулись делают анализы которые мы еще к сожалению здесь это дорого и оборудование не даже мы не можем выделить эти витамины так простым способом то есть это целая работа лаборатории до которым иногда нету даже доступа до новости но американцев вот они подтвердили это можно посмотреть как на документах так в сайте так ясно в официальных размещенных в интернете страничках институтов их них но лаэтрил вот этот b17 то очень это то самое вот чего все началось скажу опять-таки друзья дорогие для тех кто просто не помнит или не в курсе что вот когда исследовали племя хунзи вот в пакистане и их огромную продолжительность жизни но по крайней мере в девятнадцатом веке сейчас насильно снизилась за счет нашей современной медицины и технологий которые туда принесли оккультуривать население да значит соответственно уровень жизни сильно снизился там около 100 лет сейчас живут а раньше жили до 150 70 лет значит ученые все-таки когда эта информация наружу как немного уходит и требует объяснения объясняли так что ну там много факторов на виду с прочими такой что они в пищу потребляют там косточки абрикосов больших количеств а нам есть такой витамин b17 который является противораковым сильным средством и даже сейчас в мексика я знаю там если мне даже писали вот один оттуда врач из института они действительно его синтезируют ла3 вот это b18 да и поставляют в виде ампулу для уколов инъекций но хочу вам сказать так никогда синтетический любой витамин вообще синтетические витамины все-таки это есть вещь не хорошая и я не буду сейчас объяснять почему расскажу про это как-нибудь потом но если есть возможность принимать натуральный достаточно в концентрированном виде потому что можно конечно проращивать немножко так чтобы набухли косточки абрикосов их тоже потреблять в косточках семечках яблок содержится b17 и не только там но проростка пшеницы помимо того что ценнейший уникальный хлорофилл да который просто необходим для синтеза гемоглобина соответственно сборки эритроцитов он так сказать там есть очень много ферментов которых процентов вы знаете андрей я хочу все таки вмешаться вот почему о продукте об этом именно о пшенице это одна из древних культур но знаете какое подтверждение этому случайно и то есть мы когда открывали новые площади я храме искали можно сказать штата обычных разнорабочих да и к моему удивлению то есть когда человек по моему вот с азии это больше или киргизстан или вы понимаете кто нас в россии здесь большая рабочая сила так моему удивлению оказывается им этот продукт был известен и по его словам что бабушка прабабушка передала рецепт именно проращивание пшеницы употребление водка то есть практически я потом сделал открытие для себя что примерно если спрашивать человека с азиатскими корнями каждый третий знает что это такое пророщенная пшеница и что такое проростки пшеницы оказывается а вообще все новые забытые старые хорошо то что работает на что природное то что люди ведь я о чем говорю же это проверен продукт проверено было столетиями просто мы о нем забыли безусловно и это же как грибах кстати аналогии можно прийти сейчас такую в пищу употребляют жарят варят там нет лечебных свойств уже просто при термообработке разрушаются но по крайней мере легкие вот эти полисахариды все а это значит и лисички вареные не будут действовать как антигельминтные средства которые оказывается даже вот тот фермент лейтенант такой есть значит полисахарид вот он проделывает отверстие но в общем скажем так уничтожает растворяет даже оболочки яиц гельминтов то есть в общем очень многих видов очень многих это мощнейшие средства но работает только в сыром виде либо в высушенном при термообработке до 40 42 градусов вот вообще вся жизнь сама природа природа нам это явно показывает но вот наука честная наука будь тот мы с фокусом делали даем репортаж тоже вот с производителем который добился без температурной обработки когда свойства как раз появились те лечебные минералы сохранялись живые в коллоидной форме будь то препараты с грибами которые вы дорогие друзья скоро увидите настоящие лечебные вот все ученые прекрасно понимают только добиваются лечебных уникальных свойств если нет термообработки потому что практически все вещества пусть природа но разрушаются при высоких температурах от 40 ферменты и дальше пошли кстати полисахариды многие и там дальше 70 уже днк плавится поэтому поэтому правильно те кто переходит до на сыроедение все правильно к сожалению в нашей жизни столько много факторов тех которых не было еще там пятьдесят сто лет тем более назад что действительно сейчас порой если человек уже имеет какие-то хронические болезни есть признаки вот уставание утомляемость постоянные да там родинки там папиллом и прочее если есть были ангины хронические значит там стафилококки степотококки уже занесены они есть только ждут свой момент когда иммунитет ослаблен то в профилактических вот этих целях и определенные травы хороши это правильно там надо знать какие для чего я все это тоже рассказываю объясняю определенные грибы и очень сильный продукт вот я кстати скажу маточное молочко который тоже работает либо когда ты его только с пасеки достал сразу принял там определенные либо заморозить при сборке вот мы делаем инсулиновых шприцах затыкаем дыр чтобы кислородом не было такие не развелась и сразу в глубокую заморозку и это должно перевозиться так чтобы это не подразморозилась не дай бог и тогда это мощнейший ему на корректор и вот я прекрасно знаю почему я и хотел тоже еще с вами встретиться о целебных действиях пшеничного вот этого сока проростков именно пшеницы но ведь не каждый человек да и вы не скрываете технологии даже совет цены или за что я вас благодарю и наши зрители я думаю тоже не кто-то сделает у себя кто-то окажет конечно есть время у кого там кто-то сэкономить хоть но дорогие друзья я почему еще еще одна из причин почему я пригласил от моих сегодняшних гостей потому что добившись вот этой технологии при котором почти исключен человеческий фактор где во первых нет ошибок технологических рисков и других проблем о чем вы поняли там даже то что я была в шоке насчет там настолько сложной системы жизнеобеспечения в плане контроля за ситуацией но 14 датчиков каждый отвечает свои параметры сильно но даже не поэтому еще а потому что при этом при всем себестоимость как уже было сказано снижается снял будем и цена в розницу вот дорогие друзья сразу скажу вот это разовый прием 30 миллилитров только как и советуют кто выжимает фитобарок специально 30 миллилитров запивается теплой водичкой там 100 миллилитров можно разбавить выпить можно выпить но для начала про что реакцию всех индивидуальные лучше разбавить выпить а потом уже до всегда начали постепенно привыкаешь конечно теперь второй момент значит вот вот такой блок тут 30 то есть но на месяц будет на месяц на месяц значит минимальная порция то что вообще-то я знаю что лучше конечно это два раза в день принимать вот это я бы сказал не буду пробегать многим формулам витамином это логика и опыт жизни значит начинать надо всегда с конечки это таки энергетик природный сезон значит даже через если есть какие-то патологии мы рекомендуем сделать перейти через в течение недели на две бутылки две бутылочки да то есть это возможный опухоли злокачественные и то есть конечно однозначно я так понимаю это месяц минимальный курс потому что если есть проблемы это то некоторые люди подумают что три месяца больше нельзя то есть можно нет 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 почему можно его пить два три месяца всю жизнь единственное я хочу от от себя дать рекомендацию моего наблюдения то есть все таки после трехмесячного перерыва надо сделать небольшую паузу недельку две то есть наш организм конечно я надо постоянно измены с бучку давать постоянно вот как обливание допустим и так далее вот смотрите то есть два месяца ну там три в каких-то тяжелых случаях подряд человек принимает в крайнем случае но если у него так сказать там если просто профилактика ну один месяц он делает там два действительно неделька прошла уже две бутылочки в день это очень хорошо будет это правильно в первой половине дня и где-то в середине дня не только не на ночь а то энергетик сильный можно не заснуть да на ночь не надо ну да это понятно ну мало ли мы просто поподробнее для людей но чтобы уже вам все-таки не стимулятор то есть он не стимулятор спокойно относится это энергетик просто потому что очень много высвобождается свободных электронов очень много конечно и вот эти свободные электроны они питают то есть они дают то что организм не тратит энергию своих внутренних найти что еще интересно я просто обнаружу что он налаживает сон при этом то есть вот особенно кого бессонница там да он ворочивается там да 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 у людей просто раз не бывают андавир то его депута не лучше на ночь от не потреблять то что на ночь не надо в середине дня утром обязательно и в середине стабилизация там какие-то часов скажем за 5 вечера до 5 же да да то есть этому цена дорогие друзья вот именно цена я думаю конечно она очень низкая я просто поясню ну что-то стоит денег и бутылочки коробочки все стоит денег я уж не говорю про технологии оборудование замены там расходных материалов тем не менее для вас цена будет вот какая вот этот блок состоящий из 30 таких бутылочек 30 доз он будет стоить в зависимости от количества которые вы будете брать уже от двух до двух с половиной тысяч рублей всего лишь не 10 не 20 всего лишь две две с половиной тысячи рублей значит как приобрести вы можете посмотреть на моем сайте уже надгард точка ком сайт по моим биопродуктам питания и мы являемся теперь вот уже партнерами в этом плане мы значит вам прямо напрямую от производителя с абсолютной полной гарантии качества теперь можем предлагать и поставлять вы знаете что в любой город страны и даже любой город мира мы отправляем свои товары в частности мы отправляем поскольку у нас налажено серьезно со своей все заморозкой то есть наши ягоды у нас до березовый сок замороженный который кстати тоже никак не сохранить если вот только не заморозить сразу даже японцы арендуя огромные площади в на дальние востоки там собирают сок сразу на месте замораживают в портативных таких рефрежем контейнеры где-то раздельность и отправляют японию замороженном виде и он конечно же стоит там дороже даже свежевыжатого гранатового сока потому что понятно технологии электричество там ну и плюс уникальность эксклюзивность у нас все оборудование есть у нас маточное молочко замороженные которые мы отправляем тоже любые поэтому куда бы вы не заказали он придет вам абсолютно гарантированно в замороженном виде под разморозки даже малейший не будет в этом вы можете быть уверены как и во всех остальных наших продуктах ну и соответственно значит стоимость в прайсе еще раз увидите в зависимости от количества вот таких коробочек сколько вы закажете это вы посмотрите уже буквально как ролик вы этот видите значит у нас на сайте надgar.com в правом верхнем углу есть прайс-лист где всегда вы нажмете скачаете вы увидите этот продукт там ну а как сделать заказ у меня опять-таки же на сайте надgar.com по продуктам это продукты от фролова можно набрать через мой блог зайти туда в раздел если вы на моем блоге смотрите этот ролик слева и колонка там есть другие разделы такой раздел называется другие разделы другие проекты извините вы туда вошли и видите продукты от фролова нажали попали автоматически на сайт надgar.com и там есть раздел доставка и оплата в этом разделе вы увидите маленький трехминутный видеоролик как делается заказ как оформляется чтобы не звонить по этому поводу что от вас надо если вы живете в другом городе там индекс фамилии имя отчества там паспортная дата чтобы другой город для транспортной компании чтобы вам могли доставить и так посмотрите этот видеоролик и вы будете знать все у вас ни одного вопроса не останется но вы смотрите прайс вы будете знать как это делать заказываете другие продукты посмотрите какие у нас есть и получите вместе в частности вот эти этот уникальный сок и действительно если касаться лично меня лично меня ну я уж не говорю там ли не у меня не моей жены к сожалению нет не знаю очень нет времени проращивать самому ну нет у моих там родителей не зависит и это же удобно вытащил разморозил принял все так сказать и за эти деньги ладно бы это стоило еще очень дорого ну да тут надо подумать соответствует ли это тому стоит ли самому действительно выращивать я думал свое время но знаете но нельзя же все делать самому но это просто невозможно для тяжело тяжело поэтому кто считает нужным конечно можно самому я лично для себя я рад например я рад что есть такая вот как с фокуса но попробуйте достаньте все 80 там с лишним минералов микроэлементов и в коллоидном форме но это невозможно это единственный продукт который может обеспечить организм полностью плюс к тому энтеросорбент мощнейший там других много много свойств а кстати совместив одновременно я не в одновременно прием а курсы вот фокуса того же как уникального вещества субстанции ну они вы наверное ролик уже смотрели они так посмотрите у меня в блоге с производителем и разработчиком этой технологии и совместив с приемом вот этого видграсса сока из пророска пшеницы качественного вот этого вы получите еще дополнительный большой бонус как говорят для сказать к здоровью своему это однозначно и при любой болезни потому что это фактор который иммуно укрепляющий в любом случае иммуно укрепляющий а если уж еще маточное молочко там или аналог трансфер-фактор ну кто проще там есть такое значит тоже на мои зрители знают ну тогда соответственно эффект будет еще сильнее каждый из этих веществ из этих продуктов он сам по себе работает и на то есть отзывы большого количества людей но если технологии никак не противоречат друг другу это пища но яблоко же не противоречат груш если вы съедите яблоко и грушу так и это это просто наборы ценнейших питательных компонентов и активных веществ различных поэтому совместив их в один я имею в день месяц приема естественной форме все да это то же самое что вы сделали салат ну вот и все но это же не таблетки не химия но есть люди которые отдельных очень мало которые абсолютно да то есть это нельзя путать это не бада опять-таки что значит бат ну вот вот это если бы мы написали бат это было бы плохо или хорошо это было бы никак потому что это что есть препарат то есть вещество она и есть она от название ничего не влияет это просто люди знаете некоторые очень как тряпка красная на быка не реагирует бат это обман гербалаев но вспоминают само слово страшно но если например хлорела да я всегда берут или спирулина до водоросли полезные до клеточной водоросли в порошке там органическая все там сушкой температурный 40 град полезно конечно полезно но это называется бат ну все ясно даже что идиот он оставит всегда идет она нормальный человек прекрасно пойдет это необычное естественно это пена называется батуш надо сертифицировать как бат тогда есть много переференций для там вот например вот в англию мы сейчас отправляли одной женщине она хотела заказать много продуктов но наша страна с англии сейчас понятно в отношениях там находится санкции и соответственно английские таможенники они не все наши продукты пропускают но бады пропускают вы понимаете в чем суть вот товарищи вы понимаете в чем суть кто сразу начинает с ума сходить когда про бады говорят вы поняли да но и они фокус спокойно пропускают они мыло моё вот это вот уникальный живой вот это мыло да пропускают а так сказать вот допустим какие-то там значит заготовки там еще что не пропускать поэтому вот столкнулись мы с этим я понимаю производители многих я имею так мы отвлеклись немножко про бада ну надо сказать то что не люблю когда хают все огульно понимаете не разбираю терпеть этого не могу надо же понимать что есть витамины синтетические если бады это правильно это еще не покупайте никогда в жизни я сам говорю вот надо просто думать ну ладно теперь такой вопрос значит мы с вами поговорили чтобы ничего не упустить про то как это вот в таком блоке он маленький например давайте размером сантиметров 8 высотой дает на глаз даже где-то он у нас 15 шириной и 20 примерно около 20 18 20 длиной но смотрите просто порекомендую возможно у кого-то не всех есть возможность до поставить целую коробку ну это при можно выступать в пакет конечно прям в пакетике пересыпали рубочку выкинуть да 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 и запихнуть куда не нужно уже когда это уже где-то как-то уже подсунуть там да значит у кого-то есть там возможности 10 положить это понятно значит теперь по доставке все ясно значит все будет замороженной как у нас хранится в липхерах ларях минус 28 или вон в замуте сплит системах морозильном домике минус 25 значит в этом можете быть уверены как в остальных наших продуктов теперь что касается еще значит про как потреблять сколько потреблять начинает конечно всегда с одного флакончика смотреть реакцию обязательно запивать стаканчиком тепленькой чуть-чуть воды там комнатной температуры либо чуть выше а вот далее значит противопоказания здесь в принципе никаких нет их положено всегда писать это я понимаю тоже вот некоторые он такие-то препараты которые мол я рекомендую там написано противопоказать беременного дорогие за еще раз скажу нет положено писать вот когда например любой бат до регистрируют обязаны писать просто производители хоть ты это святой дух а ты написать обязаны что противопоказание детям там ты значит маленьким грудным и беременным женщинам но подумайте сами беременные женщины огурец может съесть значит это тоже она может а даже должна потому что она получит те питательные вещества которые мог бы дефицит и каждый дефицит любого минерала витамина фермента может не асказаться на развитии плода и вашем личном самочувствии плоду то все достанется из вашего организма а вот организм будет испытывать дефицит потому что так природа пересмотрела в плод ребенка то есть в организм ребенка из организм матери все идут необходимые как природа в программе свои предусмотрела питательные вещества мать может остаться без он их если в ее рацион питание неправильным аж такой рацион это все мои лекции смотрите понятно теперь мы просто вспомни вспоминая что мы сейчас с вами до того говорили скажите а вот опять таки может это вам тема просто для кому-то это поможет понимаете ваша жена она ведь не была на сыроедине нет не было но вот да и я так понимаю вы тоже веган веган да но я а тогда когда вы только познакомились вот с этим продуктом вы были веганом в этот момент нет еще нет еще то есть вот интересная штука я потом уже постепенно отказался от мяса причем это произошло без каких-то особых усилий воли там да без там без усилий для усилий для себя там просто вот я принимал он поднимал сок и появилось ощущение что мясо она просто излишне абсолютно там да ну да просто вот мы пройдем ски перешел на питание где уже я стрибуется мне про это тоже говорили многие но вот кстати ведь у вас есть конечно тоже вот дилеры которые наверное имеют свой тоже багаж уже знаний ну что им их клиенты говорили наверно вам они говорили что-то расскажите что это я сама я вот просто еще хотела сказать что все-таки перед тем как я стал веганом да я прочел одну интересную книжку виктория бутенко это зелень для жизни а то есть кто-то просто сама по себе понимание ну хлорофилла под важность употребления зеленых частей как-то или зеленых да да зеленая пища она нас подвигает к тому что человек начинает вести скажем так более здорово да да это тоже влияет за эти извините очень важного не рекомендую но всегда получать информацию то есть читайте книжки слушать лекции да но мы об этом как раз и говорим то есть наша аудитория ведь наши зрители как раз такие такая знаете прослойка то есть такие люди которые как раз любят думать анализировать они верить кому-то на слово и поэтому мы ведем такие беседы с логичным объяснением с честным открытым вот характером да всегда для того чтобы правильное представление было и человек смог сформулировать для себя понимание как он будет дальше действовать так вот значит вот эта маленькая баночка 30 миллилитров по количеству хлорофилла если сравнить с зеленым как коктейлем да вот которые виктория бутылка советует и многие наши зрители все знают что такой зеленый коктейль к в блендер вода и куда там укроп петрушка там дикоросы как крапива все но там же можно до предела до определенного дойти все там не всунешь же туда там килограмм зелени на пол килограмма воды понятно это происходит наоборот воды больше зелени меньше так вот я вам скажу что это 30 миллилитров по количеству хлорофилла активного заменяет литр вот так сказать такую зеленого коктейля естественно зеленые коктейли это прекрасно это не значит что это по это можно помимо потреблять то что там есть и клетчатка да безусловно которая очень нужна есть какие-то те вещества ну если вы конечно с дикоросами разными разными будете набирать вот эти сделать зеленые коктейли могут быть каких здесь нет безусловно это же не знаешь учет не будет ничего больше не есть не потреблять конечно будет но вот но как простой способ в малом объеме в малюсеньком объеме получить огромное количество концентрацию до полезнейших питательных веществ стать вот по заявлениям американских вот исследований я как насколько знаю около 400 разных ферментов к ферментов да там и энзимов содержится то есть они по 0 гелида конечно эти анализы очень глубокие опять же мы не можем дорогие если понять пока здесь это сделать в россии но американцы конечно продвинулись и выявили этот фактор кстати а насчет экологической чистоты вот с производством все понятно это у вас там на высшем уровне а что касается сырья вот откуда вы берете пшеницу насколько она чистая да то есть выращенная без химии там в экологической зоне там да да то есть целый процесс конечно очень и очень много влияет это пшеница не любой же сорт подойдет нет больше не зависит от сорт да это больше все таки зависит от почвы декилы экологичность да и почвы почему потому что те предприятия то есть фермеры которые нам выращивают дав в алтайском крае а мы нам приходится переплачивать во много раз больше почему потому что чтоб они не добавляли химии вот вот если конечно химия не добавляется уменьшается урожай к себестоимость немножко больше понять игра стоит свечку это нет это вопрос просто принципиальный то есть это главный вопрос то что и этики правильно потому что нужен продукт качественный а он не может быть лечебный качественный если он сделан там с применением хим препаратов и средств по обработке например от насекомых гербициды там различные то есть ну в россии в принципе можно натуральным старым способом обработать это просто выставить пшеничку на мороз и не надо мне туда никакие химикаты и в принципе добавлять чтобы убить на старый такой проверен но это там убивается скажем часть но скажем некоторые яйца да но это бедов биосущества да но конечно плесни не не убьешь грибок не убьешь это в космосе живут некоторые старые но фуме фумигирует пшеница обычно от насекомых и так далее то есть да это да ну хочу сказать что мы получаем с алтая да вот это кстати нам поставляют вполне известная фирма в москве это это понятно значит есть фирмы на алтай я тоже знаю несколько есть не только на алтае ну просто вы выбрали вот да где он чистый я по крайней мере те места ну где проверки прошли сертифицированы то что там есть места нечистые конечно сертификации вот а есть чистые действительно очень чистые места где кажется не не было просто люди некоторые боятся знаете чего знают что испытание вот так сказать запуске ракет добыли там где ступени иногда падали на определенную часть алтая но это да но это безусловно потому что я этот вопрос глубоко изучал ведь у нас тоже есть мед с определенных регионов алтай очень ценный там дягилевый там мед где 84 процента дягиле самый высокий в мире показатель был зарегистрирован вот но это региона совершенно там находящийся в сотнях километрах от да это больше да вот а это понятно что кто бы стал иначе на этом себе могилу что называется рыбишь и репутация трудно завоевать а заработать вернее а ее так сказать уничтожить в один миг воды дело это совесть и честь и то есть видите вы так посвятили вот такую часть жизни но я понимаю после чего вы сами рассказали что для вас для вас послужило шагом заняться этим родом я вот после этого случай перешел уже тщательно в компанию чтобы вот а помогать и я ну то есть для вас это там еще кто время для этой компании требовались еще инвестиции и вот она еще не встала и вот там вот когда мы встретились вот сашей стали общаться уже то он так и не и не смог оплатить ракетинг тогда в моей фирме да вот в которой мы всем этим за занимались и я уже решил просто оставить все чем я занимался прежде то есть и перешел вода на эту тему для того чтобы ноут количество болезни у нас в стране все-таки снижалась но то есть они получился такими темпами да потому что вот просто элементарно когда она все это посмотришь что становится страшно то есть вы разумеется то есть для вас от шаг такой не только бизнеса как бы совмещение приятного с полезным то есть то что вернем за же приятного больше смысла скажу садо деятельности до понят то есть как бы и малейческая сторона и вот это ну как бы миссия до которую как бы этим вы для себя видеть понимание ценности до понимания ванности этого понятно уже но продукт серьезно и действительно я понимаю как сам производственный как вот мы с вами общались вы знаете какие у меня но часть по крайней что я все время делаю я прекрасно понимаю что такой технологический процесс оборудования стерильность субстратов поверхности одно дело человек действительно дома у себя в малом количестве что-то там делают другое дело в производстве допустишь ошибку какую-то и поэтому вы конечно по правильному пути пошли что натуральными чистыми технологиями смогли они химии какой-то или добавляя что-то в раствор значит вещества антигрибковые там и так далее смогли добиться стойкости вот ну так назовем иммунитета растений чтобы вот это значит плесневая фауна скажем так и так далее не давала вот этих вот рецидивов и не было эпидемии но я имею до среди поражений значит культуры пшеницы у вас это правильно хорошо потому что мы сами с этим на складах и прочим боремся безусловно тоже натуральными методами поэтому я прекрасно понимаю что это непросто но это важно поэтому это важно больше всего для наших зрителей почему мы в том числе и встретили чтобы они понимали что да мне проще кто-то скажет самому делать а кто-то скажет да я готов покупать это действительно и недорого и удобно мне просто но я боюсь потому что вот я знаю слышал вот про эту плесень там люди слышали про пакетиках там не дай бог не используйте рекомендую и как бы некоторые боятся вообще эту тему закрываем для себя а я скажу вам так что вот именно поэтому я и хотел чтобы вот мы осветили этот вопрос всесторонне и чтобы вы спокойно если вы пожелаете смогли заказывать вот действительно гарантированно качественный продукт но безусловно всем от этого будет только хорошо вам здоровье производителям дополнительные возможности по тому совершенству этих технологий вот новые технологии которые возможно получится сделать из сока порошок на все это надо понятно средства кто работал в производствах понимает что такое оборотные на что деньги уходят в основном и вот как говорится и оборудование износ оборудования все это есть так что я думаю что вот обоюдное такое открытое и общение и работа то есть это есть сотрудничество вот поэтому теперь будет вот такой мостик протянут напрямую вот что называется от прямо производства как у меня например этот с моим приборами по воде там который там ну из реально работающих где титановые медицинские титаны покрыты платины где безопасный электролиз чтобы иона металла в воду не выделялись человек не пил металлы вот это дорого и дорогие камеры электролизные и есть аппарат там типа от нее энерджи он стоит там 10 тысячи долларов там очень много маркетинга это а мы просто аналог наладили мы знакомый делает он уже тоже очень много лет они занимаются примерно все то же самое по качеству абсолютно то же самое и цена в пять раз ниже вот потому что вот завод вот прям завод и вот мы прямо к покупателю что называется напрямую также дорогие друзья сейчас и поэтому препарату по этому натуральному соку пшеницы будет соответственно всего лишь цена на такой набор там я не буду сейчас делить на 30 сами посчитать сколько стоит одна баночка там от двух тысяч до двух с половиной за упаковку зависимости от количества 80 рублей примерно ну примерно там это будет 70 до от 70 до 80 там чем на рублей . старались а понизите к тоже 150 да ну то есть ну что там говорить это и так это и так очень низкая цена вот поэтому не отдавайте значит только друг за другом что называется порадуемся чтобы еще вы хотели напоследок может быть может быть мы в разговоре что-то важное упустили вдруг может не важно я хотел бы знать и обобщить так таки перейти более детально вот мы и вы говорили о природе до том что рядом все-таки в этом мире мы забегали задергались да и не обращая внимания но вы знаете каждый в жизни видел когда вот элементарный пример логически не надо брать ни формулы не не ничего так же как это причина этого продукта да и его можно сказать такой способности очищение желудка вот начиная так далее все-таки обратите внимание у каждого есть не у каждого но каждого второго есть кошечка собачка вот если вы видите что животным что то происходит то есть видно что у него или желудок или какой то вот и кишечный тракт вот больной или воспаленный вы обратили внимание что собачка кошечка выходя на улицу она кушает я всегда пример привожу собаке да и плохую колбасу с химией она не будет ее есть это 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 природу невозможно тяжело очень обманять надо просто оглянуться вокруг и поддерживаться элементарной логике то есть ну да 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 правильно просто там единственный маленький уточняющий момент там еще другом дело что они очень чувствуют разные виды трав и когда есть какие-то проблемы они знают на при этом пижму погрызут там против гельминтов это там вот но я скажу еще вот вы хорошо эту тему затронули у меня в блоге есть знаете недавно я опубликовал такую как бы сказать ну такую как бы не то что статью а небольшую такую вот информацию мне когда-то давно люди прислали владельцы кошек собак информацию по тому как они перевели на этих хищников разумеется они хищники на растительную естественно живую пищу когда у них были большие проблемы вплоть до онкологии и они вылечили этих животных таким образом то есть и я это поместил и туда стали люди писать кстати дорогие друзья у кого есть такие опыты и данные пишите найдите у меня в блоге вот эту статью про это не видео это такая статья про лечение вот перевод животных на сыроедение на 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 она они все но хотя нет под игре все химические корма они же вареные ну ладно значит на сыроедение веганское то есть казалось бы хищник но и какие чудеса что называется происходит хотя казалось бы хищник и вот действительно ведь и хищники так сказать в первую очередь разгрызают и потребляют кишки то есть кишечник своей добычи потому что там как раз те самые ферменты которые им для пищеварения их не хватает зелень переработанная вот это уже частично усвоенные вот это тоже имейте ввиду кто там любит но не вы а вот спорщики за отстаивание свой кусок у трупа животного на столе да в качестве почему-то еды своей то есть это по привычке по верованию по желанию так сказать обманывают люди себя других но в общем то от этого никому лучше не будет еще скажу напоследок что каждый дополнительный правильный выбранный в жизни вот фактор который приводит к положительному воздействию так сказать на ваш организм на продолжительность уже качество жизни каждый фактор который будете дополнительный применять например правильное питание хорошо а если добавить еще подвижность активность высокую да там это еще лучше эффект бани добавите ну то есть вот фактор когда лучшее будет потоотделение то есть работа сальных потовых желез токсины яды больше будут выходить быстрее и активнее из организма прокачивая системы с почек нагрузку снимите это дополнительный положительный фактор на здоровье конечно и вот много-много таких есть факторов ну в моих лекциях я не как раз рассказываю так вот чем больше вы в своей жизни таких факторов примите к своей жизни не теоретически когда-то как обломов завтра-завтра мы так всю жизнь и кажется упустим а вот сейчас сегодня ну тем будет безусловно лучше и помогут в этом природные средства причем нам в нашей жизни понятно нужны они сейчас на данном этапе в виде таком я бы сказал концентрированном и это конечно уникальные грибы которых я обещал вам потом рассказать и поведать вот эту всю тему интереснейшую важную травы я уже начал такую рубрику вот начал с чистотела о его сотнях свойствах и так далее это уникальные продукты которые фукус маточное молочко и вот этот уникальный продукт уникальный который я вам хотел и вот собственно вот мы поэтому и встретились и теперь значит а логистика у меня как это все отлажено и вы сможете напрямую что называется вот от производителей через меня так сказать заказывать наряду с другими продуктами которые вы сочтете нужным взять себе кстати вот просто покажу вот еще максим не ели а я сегодня открыл как вам меня прикольно очень-очень вкусно вкусно и мало того что это видно что это природа да и он вот видите как с одной стороны такой да маленький с другой неправильная форма да это язык это кусок отрезанного языка в природе ведь пчелы они же сот нет этот человек посмотрел язык и он решил натянуть на скажем деревянную рамку проволоку все тут не металла видите не проволоки ничего и вот это как в колодах в деревянных пчела строит значит вот этот весь продукт за год нанесла и пергу и все это все отрезается так чтобы пчелы только им конечно не обидеть поэтому всего лишь колоды в отличие от улик где можно 50 килограмм и даже 100 собрать за сезон да с одного это можно собрать так как должно он целебный 2-3-4 килограмма максимум вот так поэтому безусловно безусловно всему есть объективный целебный мед и безусловно он имеет лечебные свойства да которые описывались когда-то вообще вот беда современности еще знаете в чем вот недоверие людей к натуральным конечно фарма индустрия подорвала вообще доверие ко всему во вторых это то что люди как бы это сказать вот например в растениях разочаровались ведь сбор тех же растений вот в аптеках многих продаются разные виды растений сборы но кто их собирал как ведь там нужны знания определенные какой период дня даже по календарю лунному по именно силу трава это знали раньше люди вот из поколения в поколение передающими знания а сейчас это причина того что у людей они лечатся ими а эффекта нет и они растения травы это ерунда а это не ерунда это очень тонкая знание работа сборка конечно в принципе известно что да вы самую силу как правило большинство здание приобретает именно период цветения в период ростков а нет это немножко не то не 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 семечко это вы про другое немножко я поясню есть те виды при этом корень одуванчик очень сильный но корень в определенный период собранный когда там именно накопилось когда он готовится например зиме там скажем он уже накопил определенные или цветы это совсем другое но вот насчет ростков вы правильно сказали но просто тут немножко про другое речь дело в том что в зерне например пшеница содержатся крахмалы другие это сложные полисахариды концентрированные в виде и вещества определенные в спящем состоянии когда начинает пробуждение и преобразуется сложные в более простые усвояемые для организма компоненты и идет активный синтез многих витаминов например витамина c в зерне и в проростке 10 дневном разница в 30 раз то есть в 30 раз больше в проростке чем это правда истинная и в этом смысле они действительно очень полезны но это польза как мы уже говорили может обернуться очень плохим делом если там есть плесневые грибы вот не дай бог этого да и это риск поэтому либо я рекомендую самим и все контролировать точно либо вот покупать там где ты понятно ты не сможешь лично доверяешь хотя бы прежде чем купить просто я советую хотя бы изучать элементарные материалы внимательно конечно потому что это вы не купили чашку которую наши зрители как раз вы употребляете вовнутрь это тем более практически можно назвать его лекарством и очень надо очень аккуратно это что касается питания вообще вопросу надо серьезно подходить и безусловно то что мы называем пищей лекарственной да вообще по большому счету человек должен питаться это к сожалению в современном мире очень трудно достичь но как древние наша пища это лекарство должно быть а лекарство становится пищей если бы мы ели как природа предусмотрела то есть живая видовая пища богатая минералами выращенные на хороших почвах так сказать прочь но мы имеем то что имеем поэтому хорошо что есть вот люди которые занимаются в своей нише пусть но занимаются очень серьезным делом и в общем то каждый из нас в популяризацию этого по крайней мере вносит свой вклад в то чтобы каждый человек мог задуматься а очень важно действительно правильно сказали думать к чему я всегда призываю думать анализировать не верить никому на слово а как говорится значит самому через свой разум ну и подсознание пронести понять нужно ли это и тогда уже действительно делать шаг то есть вот для конкретной практической жизни вот это я для себя я лично такой шаг принял я просто давно давно хотел уже несколько лет но как всегда руки не доходят самому не вырастешь там времени нет думал вот там надо связаться надо встретиться ну в общем в итоге наконец-то встретились я рад лично для себя и для своей семьи будем употреблять андреевич представьте находиться это большинство времени на фабрике в любую минуту можно просто аккуратненько надеть халатик подойти и налить себе с этой струечки которая бежит есть возможность я его пил но действительно иногда даже мне забываю пройти пять метров налить бутылочку выпить я то же самое сапожник без сапог называется это так сказать известно всем некоторые еще ну слушайте это вот я это как никто хорошо прекрасно понимаю порой и сам вот на тока закручусь что там и тот же фокус и проще надо раз и вроде сбил цикл а надо вот начать и делать это просто надо решиться себя кажется в руках держать но безусловно безусловно у нас кажется это вот наша да у кого-то там лень у кого-то несобранность у кого-то титаническая нехватка действительно на времени помноженное на лень или еще что-то ладно в общем значит нет у нас молодцы есть люди я конечно к сожалению психология так устроена что человек когда имеют только проблему сильную серьезную проблему он тут готов на любые пойти будет там по часам ждать сидеть чтоб точно сделать все вот а мы вот люди вроде пока петух не клюнул думаем а ладно там неправильно есть есть это прощение ну вот просто часто приходится общаться с пациентами да я всегда пациентам которые покупают сок объясняю что этот сок вот прежде всего для здоровых то есть ну вот но в идеале чтобы да много онкологических больных причем они уже начинают что-то искать на может на прусних стадиях там да это вот тогда гораздо сложнее конечно решить вопрос когда я общаюсь с родственниками тогда объясняю что это вот для вас в первую очередь ну да да просто храните себя да так же как я скажу так что действительно потребляю те же правильные выжимки вот тех необходимых полисахаридов из определенных препаратов грибов лечебных шитаки именно лечебных не тех что в магазинах или там для готовки либо так съесть сырыми нет вот человек который еще пока относительно здоров до никогда раком не заболеет ну кроме редчайших там случаях какую-то может сильного там облучения иногда там нет нет стресс уже тут не будет то есть вот уже не курсы да там раза два три в год и у человека онкологии не будет причем папиллом ингрессами отпадут понимаете одно дело да когда вот удалят лазером или чем-то решили проблему процесс то внутри идет который к этому привел не дай бог это дело это лакмус а вот если человек начнет правильное действие и у него отвалится например там отсохнет родинка отвалится это показатель того что эти процессы и в том числе вирусы вторичные проявления и вторичные факторы они побеждены вот и эти такие показательные вещи являются самыми наглядными и убедительными и действительно это есть но об этом позже это для зрителей говорю опять таки вот для вот тех кто еще вот есть проблемы я тоже вам дам потом информацию вы донесите и до них наше дело донести информацию как человек и воспользуется его дело но в таких случаях конечно тем более вот вы сами видите через что прошли это ужас конечно никому не пожелаешь семейные вот эти и я конечно сказать это наш долг то есть донести информацию а информация будет сейчас она вот до конца уже собирается анализируется и это не теория это практика очень большая серьезные коллег ученых кстати в том числе врачи онкологов которые вот сейчас ну фунготерапевтов онкологов врачей которые знают и то и то прошли через официальную всю эту так сказать медицину эту матрицу этот маховик и знают их косность их я имею вовсе онкологии современные вот этой как сказать шизофренический вот этот подход маньякального толка когда для них ничего кроме их там цитостатиков там облучений и операции ничего вообще не существует то есть как воспринимать ничего не хотят то есть таких много не все такие онкологи слабые но почти все и вообще и вот это вот конечно беда нет бы чтобы действительно совместить разумное с тем что надо да иногда нужна операция потому что бороться с большой опухолью это надо гигантское количество иммунных клеток иногда ее параллельно принимая определенные препараты те же грибные и другие травные там есть естественно да там тут огромный глубокий анализ продел то есть тот же сложенец у него действительно был рак только не право не желудок как там описывает а совершенно у него лимфосаркома среднестенья была то есть это четко понятно почему как по каким причинам и чем он там он лечился и как но в результате он там долечился чагой на самом деле ну правильно сделанной приготовленной и так далее вот хотя существует в разы сильнее грибы та же веселка там и прочее которые зная как правильно применять можно очень много людей с четвертой стадии с метастазами в кости даже лечились когда уже считается что все конец сто процентов и саркомы и прочее так что дорогие друзья если у кого-то есть такие больные скажите их обнадежьте что точно не все потеряно пока человек жив и есть у него вера если он вера вера в себя должна быть не на пустом месте а основанный на знаниях им я эти знания дам вот когда пусть эти люди посмотрят и они разумные люди если они разумные люди скажут что да теперь я знаю как вылечиться если они будут это делать они сто процентов вылечиться все про это будет потом отдельная передача ну что ж я хочу поблагодарить вас и александр максимум за такую интересную важную встречу я о уникальном рассказе своего вот это препараты действительно для которых это воспроизводство просто детище не только средства там существования это идея мечта много чем можно было бы заняться даже но как говорится вы прошли через перестрадали увидели через себя и решили почему бы не заняться правильно почему бы очень хорошее дело я вас благодарю ну и давайте как говорится попрощаемся с нашими зрителями пожелаем всем здравомыслия а потом уже крепкого здоровья ну и до новых встреч до свидания спасибо дорогие друзья я вот решил все таки еще дописать мы как выключили запись на камере сразу вот так сказать поговорили о забыли кое-что интересное сказать вроде как на онкологии так но сильно остановились расскажите вот что мы просто зациклились да да и и не хотелось все таки перебирать товарищей вы знаете даже начну с дилеров так что наши дилеры все до одного практически да кто заинтересован они пришли опять же а из лично своего опыта да из эффекта произведенного то есть вот допустим один из них Сережа да до того как он принимал я вам скажу угри так как лицо было усыпано усыпано ужасно угрями и такими очень глубокими я вам скажу что он на себе испытал и в течение 3 месяца он буквально 4 месяца он пропил но он пил и еще кожу да мазал насколько я знаю да он еще и мазался да как бы льдом да это одно уточнение тем более у его жену также ну это более по-женски пропала опухоль которые собирались уже практически вырезать то есть это киста понятно то есть многие эффекты допустим наши наш врач вот на арбате он тоже то есть врачи я хочу вот уточнить они не возьмут продавать лишь бы вот бери продукт потому что он хороший они сами на себе пробуют это так и есть значит один врач который первый взялся все таки на свой страх эрик испытывать на себе ну и сейчас он естественно продает советует клиентам значит у него было полное облысение так это очень интересно сейчас практически да его можно не узнать почему потому что начали расти волосы а он что делал пил да его клиенты тоже есть некоторые процессы которые очень интересные что нельзя сказать что сок вот там работает в желудке и все нет конечно он полностью регенерирует организм конечно очень сасываясь в тонком кишечнике в кровь кровью разносится все питательные компоненты до каждой клеточки нашего организма потому что каждая клетка в том числе фолликуловые волосяные питание получают через микроскопические кровеносные сосуды естественно по которым он заставляет питательные вещества заставляет организм быть сильным иммунитет и бороться да иммунитет то есть многие эффекты которые я даже не ожидал еще знаете что очень важно когда микрососуды капилляры на периферии тканях имеют слабую проницаемость атеросклероз да вот начинается с микрососудов артерий то вот этот активный как раз кислород имеет и положительную одну очень интересную сторону когда действительно и не только там есть еще определенные ферменты которые расщепляют все таки вот этот холестериновые бляшки и пробиваются как бы то есть сосуд очищается постепенно это не сразу происходит а раз от разу приема поэтому улучшается кровообращение значит питательные вещества к тем же фолликулам волосяным лучше подходит активнее плюс они этот препарат имеет свои питательные очень важные вещества там многие витамины и конечно это значит ну единственное я конечно удивлен насчет вот у него было почти полное да вы говорите о волосяне то есть эффекты мы только начали строить первую фабрику еще у Реутова да ну мы оттуда уехали из экологических понятий индустриальной зоне все таки оказалось конечно вот так я скажу что наши соседи там тоже были которые производили в общем пищевую продукцию гамбургер мясо и так далее ну неважно и понятно что работники там которые работали они по объему не маленькие люди по объему они понят они с удивлением увидели эту травку увидели все и заинтересовались все-таки дайте попробую так вы знаете я не хочу порекомендовать его как похудение или какой но произвел эффект то есть эта женщина потеряла все-таки около пяти шести килограмм если бы люди помимо препарата вот помимо сока еще бы меняли бы принципиально образ жизни питание мышление то эффекты были бы да да еще лучше они не меняют это да это да то есть желудок нормально начинает это тоже самое по всем тем веществам вот по тем же грибам да которые там там нибудь по фокусу то есть если это очень хорошие сильные продукты да то они в любом случае влияют поэтому естественно речь идет не только про тех людей кто там на здоровый образ жизни переходит но даже ведь у каждого есть родственники и если человек хочет продлить активный образ жизни да там а годы там родителям дедушкам я не знаю там но и даже если они черствые в плане там закоренелые так сказать там люди которые там мясоеды все им наплевать ни во что не верит то хотя бы при равных прочих добавляя вот этот например сок естественно у них улучшится самочувствие здоровье активность подвижность ну на что примеров масса мы вот я говорю все не можем в рамках этого ролика показать записать ну вот скажем как говорится начинаем так вроде выключать и чем новое опять вспоминать не верите не надо зачем если некоторые эффекты он производит вообще в первый день насчет энергии понятно ну да у кого проблемы с кишечным трактом стул нормализуется это может вот допустим запоры я логично это он покажет уже на второй третий день когда восстановилась печень то есть он приходит когда он сдал анализы вот он примерно год лечил печень были какие-то серьезные проблемы там я ему всегда сообщал папа песок у меня врачи да ну и вот так вот примерно прошел год то есть потом он все-таки стал пить сок он пил по две бутылочки в день так и через месяц сообщил что билирубин полностью пришел в норму дорогие друзья что я на это скажу а теперь представьте если вы это вот у кого с печенью проблемы совместите ну маски с проростками расторопши о которых я говорю либо с порошком расторопши который я тоже объясняю в своих лекциях как делать да качественно хороших экологических семян расторопши у нас они тоже есть если захотите или в биомагазинах найдете но у нас они тоже есть так вот это мощнейшее гепатопротекционное средство то оба эти вещества здесь однозначно будут улучшать как бы катализировать да ускорять процессы друг другу это будет еще сильнее эффект то есть вот это то о чем всегда я говорю комбинация подборка правильных ступенек методов то есть факторов которые действуют либо отрицательно на организм ну как вот человек пьет но не курит плохо плохо а если он пьет и курит это вообще ужас просто и если мясо ест курит пьет все но это там так сказать я говорю если человек раньше не умрет от чего то там типа вот инфаркт инсульт да он от рака сто процентов умрет то есть сто процентов из ста вот ну ладно кажется о плохом не будем видите это очень интересно что вы сказали и ничего удивительного здесь нет дело в том что всасываясь в кровь любые питательные вещества первым делом 80 процентов этой крови идет напрямую в печень печень главная лаборатория наша главные скажем такая станция это кстати и железа нашего организма самая крупная которая синтезирует большое количество гормонов ферментов перерабатывает вещества видоизменяет их и в том числе первое воздействие но после желудочно-кишечного тракта да идет напрямую через кровь в печень поэтому самая высокая концентрация этого вещества или любого другого идет в печень да ничего удивительного что такая возможность способность к регенерации запускают именно зная состав вот а состав конечно вы дорогие друзья полный увидите под этим видео вы нам пришлете тогда мы разместим и вы можете посмотреть чтобы знать что входит естественно там не перечислены все ферменты там просто в общем сложные это можно кто совсем заинтересуется на американские сайты некоторых институтов зайти где вот исследуют там вы все увидите но нам это с вами и не надо нам надо понимать что как бы это есть и как это работает ну для большинства людей продукт работает то есть и пробуйте на своем опыте и вы почувствуете эффект это сто процентов благодарю вас да скажите а вот этот все таки доктор он прям вот был действительно лысый он вот прям да да то есть я как бы не обратил внимание но при встречах я начал обращаться что у него начал ну я не обуславливался но да 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 как бы да действительно да многие замечают улучшение кожи возврат волосяного покрова очень много женщины ну там допустим улучшение ногтей очень много очень много эффектов то есть который там организм где он упустил тут же магний кальций как раз кальций хорошо примат там где организм где-то дал слабиночку вот это вот он помогает как бы восстановиться на тот положенный уровень сильный даже при гриппе вот я замечу это не секрет я его не пью каждый день да то есть это занятость это лень одеть халат зайти то есть много факторов но я вам скажу когда вот зима была и каждая зима все таки меня атакует грипп и я сразу же вспоминаю только начинает насморк я вспоминаю сразу о нем но тут уже мне не помешает ни халат ни тапочки там зайти все таки в цех придется да я скажу что эффект происходит на второй день то есть не происходит исцеление но организм сильнее даже грипп когда не отошел полностью но спокойно можешь работать то есть хватает сил в принципе практически два дня болеешь конечно во первых там есть вещества которые просто натуральные антибиотики масло определенные эфирные прочие дела естественно вот масло чайного дерева например он там 40 раз некоторые вещества сильнее например от рациклинного ряда антибиотиков его и применяли как мощнейший антибиотик когда не было сепсиса после операции и прочее все в природе есть да просто горе от ума люди слишком перемудрили и пытаются для огромного количества миллиардов людей понятно там на всех природное всего не хватит хотя это хватит вполне так сказать вот пытаются да пытаются нет это как раз хватит маленькие дозы что там миллионы тонн зерна понятно вот чайная и они решили синтезировать да и деньги контролировать рынки проще синтезировать синтетический способ но эти аналоги не работают или работают временно или с огромными побочными действиями и только природные компоненты не имеют побочных действий ну может быть кроме каких-то особых там ядовитых там растений которые надо только консультироваться понят со специалистом принимать четко значит знаю как ну что ж давайте так мы так дали очень много информации все так сказать думаю это надо нашим зрителям тоже все переварить понятно что значит для кого-то начинает действовать кто-то чувствует в этот же день серьезные вещи сразу ждать результат конечно не надо это это месяц это ну то что это работает это однозначно и вот это именно поэтому я в том числе поэтому решил конечно же вот это болезнь просто да какое-то определенное время да поэтому конечно конечно клетки обменные процессы где-то месяца три желательно хотя бы его новые клеточки должны в определенных тканях построиться заместиться на старые да новыми там обменные процессы убраться из клеточки канцерваты яды такие шлаки будут межклеточное пространство выходить а дальше по лимфосистеме выноситься лимфа будет чище кстати это очень хорошее для лимфатической системы средства тоже для вот и борьбы в том числе с грибковыми заболеваниями в какой-то мере тоже кстати опосредованно вот ну что ж дорогие друзья тогда вот на этом мы теперь уже с вами точно прощаемся и до новых встреч ну и пишите под этим чат вот под этим роликом будет форум как всегда чат пишите вопросы пишите может быть свои какие-то мысли там если будет надо мы сделаем еще когда-нибудь еще одну запись или по скайпу конечно будет много вопросов мы ответим обязательно ну и в общем на этом все всего хорошего вам до свидания спасибо спасибо спасибо